Коллеги, рядом со мной Егор Алешин, спикер, модератор наших бизнес-сессий, компания Team Ideas. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу хочется узнать обо всем, поэтому давайте, наверное, начнем с сессии, которая закончилась буквально сейчас. Вы были на ней модератором. Какая была тема? Технологии, логистики, оптимизация, как ритейлеру сейчас жить с учетом того, что многие игроки западные ушли, технологий нету, при этом задачи есть, при этом есть стоимость, которую нужно сейчас понять, как отбивать, потому что кризис и вообще куда двигаться. И вот с представителями инновационных ритейлеров, таких классических, обсуждали, как жить в ближайшее время и что делать. Обошлось ли без слез? Все ли смотрели оптимистично в будущее? Честно, да. На удивление, да. То есть первый день начался, как бы мы все умрем и мы будем, как бы, там, переживать, там, подобное. На третий день как-то все выдохнули, раскачались, говорили, ну, как бы есть там черная магия, есть белая магия, мы будем и так жить. И, ну, где-то скромнее, но, типа, за год-два разберемся, что делать. Получается, как только мы встретились на нашем форуме, мы пообщались и при этом общение с коллегами дало всем возможность понять, что, в принципе, не все так плохо. И какие-то вопросы, какие-то вот точки роста намеченные мы все-таки преодолеем и будет хорошо. Да, глобально многие увидели, что они, там, у всех есть свои проблемы, все их решают, кто-то лучше, кто-то хуже, но ни у кого бизнес не встал, никто не умер, там, за вот эти, там, 40 с чем-то дней. И многие видят, что, как бы, есть там, да, там, через сложности, но все преодолимо. И вот, как бы, я говорю, очень сильная разница была, вот я был на пеленарной сессии, когда, там, один спикер говорил, там, все, швах, как бы, пора закругляться. И ему говорю, ну, позитив, там, а он не верил в позитив. К концу вот этого третьего дня прям, мне кажется, ни одного такого пессимистичного прогноза ни у кого нету больше. Мы нашли этого спикера, и вот он входит на студию. Я надеюсь, что он тоже уже поверил, общаясь с коллегами, что все у нас будет хорошо. Давайте, наверное, пообщаемся, в принципе, по каким-то интересным кейсам и интересным каким-то векторам, которые наметили коллеги, может, непосредственно вы, в развитии. Может быть, вот чем-то мы хотим поделиться. Развитие, знаете, у меня очень понравилось слово, называется православное теперь. У нас нужен православное решение, местное, локальное православное, не западное, а православное. И многие про это говорили, что, как бы, рынок незрелый, то есть многие русские партнеры, там, и внедренцы, и, там, компании, которые предоставляют софт, они незрелые. Но, как бы, это точка ноль, и мы понимаем, что, там, через год-два мы, как индустрии, их тоже вырастим, и они будут не хуже, там, наших западных игроков, немецких, там, или других, там, и они будут православными. И мы сможем, как бы, вот с этими командами найти какую-то точку взаимодействия, и глобально через год-два мы там же будем. То есть, там, может, не улететь на ракете в космос по инновациям, но бизнес будет идти, и все будет очень хорошо. Получается, мы не развивали какие-то вопросы только потому, что было не нужно, потому что были готовые решения на Западе. Сейчас мы понимаем, что эта точка роста обязательно, и мы в какой-то момент бросим туда все силы, так как светлые головы есть, поддержка есть. В какой-то момент, там, год-два, и все будет хорошо. Глобально, да, потому что мы, как бы, всегда сейчас с пренебрежением к своим же относились, типа, они маленькие, они мало что знают, они мало на рынке существуют, и, типа, есть, там, какой-нибудь гигант, там, он 80 лет что-то делает. И это было такое, как бы, пренебрежение, но было логично, очевидно. А сейчас, когда уже никого нету, и мы начинаем к ним присматриваться, с ними работать, договариваться, тестировать в первые жизни, то есть мы дошли до каких-то практичных дел, не просто, там, вы, ребята, крутые, там, студенты, технари, но мы не готовы с вами работать. Сейчас все готовы, всем интересно, максимально идет практическая дискуссия, это прям прорыв. Для отрасли, наверное, это очень большой прорыв сейчас. Сразу вспоминаем, когда у нас было импортозамещение, вот интервью нашего любимого сыровара, который говорит, не будет вашего итальянского сыра. И мы сейчас, наконец-то, увидели, что наши эти решения будут расти, развиваться, будут получать огромную поддержку. И в какой-то момент, как бы, мы уже полностью вытесним с нашего рынка западные решения. Глобально, да, я думаю, что через пару-тройку лет мы будем даже, возможно, представлять что-то за рубежом. То есть, как бы, вот, кто, как много знает, решения в России за рубежом, кроме Яндекса. Я думаю, эта ситуация нам позволит, как бы, сильно измениться и прийти куда-то дальше уже с чем-то своим, новым, как бы, именно русским, и гордиться результатом, потому что у нас очень сложный бизнес, и я думаю, мы на других рынках тоже будем очень конкурентны. Спасибо большое за такой оптимистический взгляд. И, может быть, тогда от вас какие-то напутственные слова всем игрокам рынка, потому что, я так понимаю, позитив, он в какой-то момент решает вообще, но позитив от эксперта, мне кажется, это дорогого стоит. Главное, наверное, убрать все эмоции, переходить просто к закрытию каждого пункта за пунктом. Мы именно с точки зрения практики все есть, вот реально все есть, как бы, и мозги, и люди, экспертиза, и мы все тут, как бы, мы никуда все не уезжаем, не там исчезаем, как бы, что-то придумаем, и, мне кажется, вот именно, если перейти к практическим диалогам и перестать вот эти, как бы, как раньше были, формальности, договора, бесконечное обсуждение, там, по полгода, как бы, там, базовая вещь какую-то, можно было полгода обсуждать. Сейчас время диктует, что мы должны сесть и договориться, и тогда, я думаю, мы очень быстро покажем результат. Спасибо большое.